Человек начинает задумываться о собственной безопасности, как только он ощущает первую боль, получает первые синяки и шишки. Человек начинает понимать, насколько опасным может быть транспортное средство, только когда падает с него. В принципе, это прописные истины. В принципе, это даже не дело ГИБДД, а дело родителей правильно информировать своих детей о реальной опасности, царящей на дороге. Опасности, которая увеличивается с каждым днем по мере того, как увеличивается количество авто и усложняется дорожное движение. Но каждый будущий ребенок – это еще и будущий автомобилист. И если он научится уважать себя, авто, соседа по потоку с детства, то, может быть, вырастет достойным водителем и внимательным пешеходом. И вот такие тренинги – они только на пользу. Ребята на велосипедах учатся ездить грамотно, а не носиться, сломя голову. Нас ждет время самое интересное, самое веселое, самое счастливое, но иногда оно может стать и грустным. К сожалению, да. Вот на сегодняшний день в городе Манитогорске действительно очень сложная обстановка с детским травматизмом. Практически чуть ли не ежедневно дежурной частью регистрируется ДТП с участием несовершеннолетних детей. И, к сожалению, в текущем году уже мы потеряли двоих детей. Один ребенок, будучи пассажиром, второй ребенок – пешеход. Но мы видим, тут ребята осваивают другую технику. И мы знаем, что до 14 лет на дорогу общего пользования запрещено появляться детям. Они поймут после проведения этих соревнований? – Несомненно, конечно. В школах мы проводим огромную работу по разъяснению детям правил дорожного движения, в том числе и правил управления велосипедом, где и как, и в каком возрасте можно действительно выезжать на проезжую часть дороги. И я думаю, что наши дети все-таки будут дисциплинированными и действительно не будут у нас меньше 14 лет появляться на проезжей части дороги. По крайней мере, очень хочется в это верить. – Что мы можем сказать водителям, которые сейчас уже будут более внимательно относиться, потому что сезон каникул начинается? – Да, действительно. Водителям, конечно, в первую очередь хотелось бы пожелать, чтобы они были более внимательными, максимально внимательными. Потому что, конечно, согласится каждый водитель, что поведение ребенка на дороге порой бывает очень непредсказуемым. Поэтому, если заметили, что вблизи проезжей части находится ребенок, то, несомненно, сбавьте скорость, не стоит ускоряться. И все-таки, даже если ребенок где-то нарушает правила, обвинять его в этом нельзя. Потому что все-таки это ребенок, и он несколько по-иному мыслит, нежели мы. И отсюда порой вот такие необдуманные поступки в их действиях, в результате которых происходит ДТП.